В прошлом году Даня Милохин то и дело посещал крупные премии и фестивали, но с начала 2022 года многое изменилось. Тиктокер несколько месяцев не появлялся на мероприятиях в России и большую часть времени жил в Казахстане. Однако недавно блогер все-таки посетил фестиваль ВК-фест, а позже вышел к журналистам вместе с ребятами из Dream Team House. Сначала Даня вспоминал, как впервые зарегистрировался ВКонтакте. Блогер делал большую ставку на эту социальную сеть, но все-таки выбрал ТикТок. Кроме того, блогер поделился о своих планах на лето. Даня хочет уехать отдыхать, однако, судя по шуткам ребят из Dream Team, у него это вряд ли получится. Ребята из Dream Team, Леша Янгер, Ира Блан и Айн Катюша признались нашему корреспонденту, что их популярный ТикТок дом сейчас живет на две страны, Россия и Казахстан. В Казахстане побывали этим летом. Вообще так постоянно ездим, там москута в Казахстан, вот так. А вы, получается, сейчас на две страны живете? Да. У меня все вещи в Казахстане вообще... О, да. А в Казахстане вы где живете? Тоже в квартирах? Ну, я в своей квартире, да. В шалаше на дереве. А что вы будете делать, если вообще, естественно, субсидентом вдруг это произойдет? Что вы будете делать? Куда будете работать? Я думаю, буду как с микрофоном ходить и подождать у всех людей что-нибудь. Работать, думаю, по меня. Да, да. Ой, вообще без понятия. Думаю, пойдем учиться, может быть. Ну, просто чтобы, знаете... У, нет, не говорите слова об этом. Нет, нет, стоп. Ты же Даня Милохи. Я по образованию искусствовед, так что я не знаю, что вы говорите. У тебя есть образование? Нет, знаете, в университет ходить, просто чтобы ходить в университет, типа там училиться, просто прикольно что-то делать. Весной стало известно, что Даня Милохи начал актерскую карьеру и снялся в одном сериале с Гошей Куценко и другими звездами отечественного кино. Роль плохого парня из школы стала для блогера первой и, судя по всему, не последней. Круто. Мне нравится. Какие-то сегменты. Можно. Ну, снимали там сериал, да, какой-то. Если бы снимали кино о твоей жизни, ну, по мотивам твоей жизни, то кто бы сыграл тебя? А, из людей знакомых? В смысле, кто здесь? Блогеры, артисты или художницы? Егор Шип. Я думаю, Егор Шип бы сыграл меня. Спокойно. При этом Даня думает пойти по стопам своей коллеги Ольги Бузовой. Отвечая на наш вопрос, Милохин признался, что хочет сыграть на сцене театра. Кстати, его уже зовут подобные проекты. Да, реально интересная идея, но очень сложно, блин. А, лень, на самом деле, но интересная идея. А, смотри. Все, коллеги, пожалуйста. Да. В целом, блогер не против почаще светиться в телевизоре. После успеха на Ледниковом периоде он заявил, что с удовольствием примет участие в каком-нибудь спортивном шоу. Хотел бы в Африку найду. Поучаствую? Нет. Если в Африке будет, тогда подъедет. Не знаю, где угодно, когда позовут, туда пойду. Хотел бы в спорте что-то, что-то прям золото, типа хоккей, не знаю, или... Баскет. Баскетбол, югу. Не обошлось и без наболевшего. Журналисты впервые получили комментарии от Милохина по поводу передачи ему авторских прав песен Юрия Шатунова. Реакция Дани говорит сама за себя. Я об этом не слышал, честно. Да, я об этом тоже. Но это возможно. На этом все. Подписывайтесь и следите за новостями вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok